И снова здравствуйте. Третья карта, в этот раз решающая. Противостояние UKW против команды TNT в формате BO3 скоро подойдет к концу, потому что мы узнаем теперь, кто из них все-таки сильнее, а поможет нам узнать, точнее, вам узнать, Джем и Лост, как обычно у микрофона. Да, Сань, там роботяги бунтуют. У нас тут продолжается невероятная симфония героев. У нас Висп вообще всплывает без каких-либо предпосылок, там в виде гирокоптера или чего-то еще, что интересно. Ну, они пока лечат друг друга. Да, я еще хочу напомнить, собственно, зачем мы наблюдаем, ну, что вообще у нас происходит сегодня на протяжении всего дня. Это wildcard, так называемый, но за одним исключением обычно wildcard проводится там, когда, знаете, какой-то есть один слот на турниры, есть шанс туда попасть командам, ну, как правило, второй шанс, да, там дают. Но здесь у нас обратная ситуация, у нас проходит через wildcard четыре команды из пяти, и мы просто узнаем, какая команда не пройдет, вот. Если верить. Ну, короче, это самое слабое звено. Ну, два дня организаторы решили устроить шоу. Что-то вроде такого, да. Не знаю, короче, этого шоу было только шоу, где Valve позвали на сцену всех игроков. Помнишь, на The International? Был, да, помню. Вызвали всех игроков, и зрители прямо на месте определяли, кто будет играть в шоу-матч, по-моему. По-моему, это были зрители. Ты имеешь в виду, где Дэнди оказался в костюме Пуджа или что-ли, или как? Нет, это какое-то другое было. Это было шоу, где кто-то назвал имя Envy. Точнее, Envy показалось, что назвали его имя, его позвали, обрадовали. Потом сказал, нет, я на самом деле имел в виду, что это не он, а совершенно другой игрок. И, в общем, суть шоу была в том, что сам матч был полуотстоем, но именно эмоции, которые испытывали игроки, которых вот не взяли в команду, они просто были вот на совершенно ином уровне. То есть, как это писал Яна Медведева в своем твиттере, лучшее в этом шоу было то, как игроков позвали на сцену, а потом проводили обратно. Неловко получилось. Ну, в общем, много эмоций было испытано на том, что матч именно, когда выбирали игроков. И особенно, когда остальных игроков провожали со сцены. А сейчас висп, даззл суперсильно, суперкрепко. Их оппонентом является Мирана, которая, дай бог, попадет хотя бы парой стрел, в решающих замесах так, чтобы эти стрелы на что-либо повлияли. Я говорю о 5-секундных стрелах. И если гирокоптер выкатывается вперед под виспом, их двоих лечит даззл, и если фокусит виспа, а крис получает крест, то пока гирокоптер убивает. Ну, учитывая, какой фигнёй они занимаются без обид для одной или второй команды, и при этом уже не к их рангам, здесь я в предвещении ещё одной игры, где будет много мемов. У нас какие мемы сегодня? Сенкин, который говорит сюда... От Мелиудаса, от Мелиудаса дождём. Да. Кентавр без сапога, первые 20 минут игры, потом 30 минут без блинка. Что ещё? Это, наверное, самый запоминающий. Даже самый такой, да, основной было. А, у нас был ещё котёл, который там был висп в любой ситуации, непонятный славчар. Да, в любой ситуации просто кастают. Сюда 100 голды. Сюда 100 голды. Да, это тоже было. Давай. Так, ну и Last Peak Dragon Knight. Ну, теперь как-то поувереннее сверху всё смотрится, если честно. Ну, повнятнее, как по мне. Ну, сверху суперсильно. Да. Если вот эти герои собираются вместе и на равных нетерсах идут бить. То... Математически они сильнее в разы. Самая сильная это комбинация висп, дазл, гира. Где висп хилит гира. Дазл хилит виспа. Да. За счёт того, что он хилит виспа, он ещё хилит гира, при этом он ещё и хиляет гира. При этом всё это дело под минус арморами от дазла. И в любой момент ещё дазл может окинуть грейв на себя или на виспа. Да. Потом добавляем драгонайта с кучей брони, с дебафами урона, пангольер, который там вешает дизармы. Ау, и кноух умер она. Она говорит, а я не умру, я упрыгаю от вас. И может быть дам стрелу. То есть пока сверху. Прям пика конфетка. Прямо красивая. Жадовато, правда, но красиво. Снизу нужно какого-то ОД брать, чтобы можно... А, ОД забанили, да? Забанили, да, ОД, к сожалению. Земля пухом. ОД мог это всё пробить. А вот кроме ОД голову мало кто. То есть вообще чистый урон нужен какой-то, чтобы прям в ДК въезжать, а чистого урона почти нет. Тимбер вряд ли здесь что-то сделает. Да и с бюстмастером не особо стакается, поскольку атакспид бесполезен для тимбер. Это да. Кто там ещё есть? Таких снайперов, не в мете вообще никакие. Тимбер. Супер жадно. Вижу, как драгонайт рубает форму. Дазл вызывает некра. И они на 20-й минуте сносят базу. И если они соберутся в пятером. Если же они реально будут бегать как... Бегать и фидить. На первой карте как раз таки и было. То, что у них нехороший старт взяли и потом просто не смогли. Вот, вот. Милюдус, да. Если реально сейчас ТНТ будут бегать и фидить, как они это делали в прошлую игру, то у антимага есть все шансы и просто по одиночке их побывать. Но если они соберутся, прожмут форму, Дазл вызовет некров, Бангалерс и Виртула Адмирс и они пойдут драться пять на пять, уютнув большие приключения в защите своей базы с антимагом. Это реальная игра, где ты не знаешь, чего ожидать от обеих команд. Вот. И это правда. Ладно, посмотрим, как будет все на практике. Опять же, третье решающее. Не знаю, правда, решающее, насколько она вообще решающая будет в целом, потому что вот если вот заходишь на реквипедию, да, смотришь там вот статистику, да, пять команд. Но для этих команд решающие. Шты четыре зелененькими, однокрасненьким, но... Потому что ты видишь вот первые две команды, ты понимаешь, что в целом одна и вторая команда из предыдущего будет расстояние, скорее всего, пройдет дальше. А здесь... Вот это сет, но дорогая, на это ничего себе. А здесь ты видишь, как играют эти команды и понимаешь, что, скорее всего, вот они и будут первыми кандидатами на вылет. Потому что играют они ужасно. Чего никого не обидеть? Играть они супер ужасно. Что одни, что вторые. Ну, я бы сказал так, ошибаются. Да нет, ну вторая карта вообще это полный мем был. На первой там просто загулы были. В целом там исполнение было более-менее. Но вот вторая... Десять минут они не могли собраться. Для чего? Ну, слушай, ну они допушили все-таки. Пошли по миру. Они допушили и закончили. И они имели там запас минут на 15. То есть играли не самые сильные команды. То есть они могли игру закончить за минуту, а они заканчивали 15 минут. Не знаю. Я считаю, что это слабый. Слабый спор. Опа, антимаг. Антимаг у Мирана. Следим за Мираной. Следим за ее стрелами и считаем. У Мираны пока только Эмбер Спирит союзников. Только он может помочь ей хорошенько попасть стрелой. Но это еще вопрос будет ли он качать чины. Потому что некоторые Эмберы качают Флэмгвард. А он стоит против Драгон Найт. Против Драгон Найт Флэмгвард хорошо заходит. Угу. То есть даже если он чины не скачает, они будут маленького уровня. Так, ну что там. Под байт. Под баунти руну. Сейчас вот выходит антимаг на пару с Гримстроком. Там Мирана за спиной. Пошел Ангсвелл, кстати. Под стрелу сейчас будет стан. Стрела летит. Попадает Дазла. И Мелиудас в лучших традициях оттавляется на первую стрелу. Мелиудас, да. Просто пошел. А, вот еще второй союзник это Гримстрок. Но... Я уверен. Должны быть редкие ситуации, когда он вешает на кого-то щит. И еще... На максимальный эффект продамаживает противника. Чтобы потом Мирана закинул стрелу. Мелиудас. Он даже ничего не вкачал. Вообще, я думаю, успеваю. Ну, по ситуации, наверное, возьмет. Но обычно сейчас любят взять какой-нибудь подхил на первом левеле. Потом уже поезон тачки. Так он дрался. Я к тому, что он дрался. Если уж он дерется, качни поезон тачки. Но он там не успел. Там просто как бы стан, стан. Смерть. Не успел. Не успел, бедняжка. Да. Ну, окей. В миде, как и говорилось, Эмбер против Драгонайт. Драгонайт опять щитом. Ну, ладно. Что такое? Ну, щит прокачан на первом левеле. Это чтобы подденаивать крипов, видимо. Ну, это чтобы пропушить линии. Чтобы большая пачка крипов под... Да. Например, вот раз рейнджа за Денайл. Вот этого рейнджа обязательно должен помешать. Но Драгонайт должен потратить нюк. В итоге, юстой пользы от его в плейнгуарда, он заденайл одного рейнджа. Нет, нет. Я про щит Драгонайт имел, потому что на первом левеле качал. Вот, не Эмбера. Эмбер-то понятно. Вот к чему, да. Я сначала тоже не подумал. Дмитрий там начал такой... Так кто нормально к чему? Смотри, у него в любом случае хп будет много против Эмбера. То есть, если он качает на втором левеле щита... Нет, я к тому, что не стандартно обычно. Просто как бы игнорируют. Нет, обычно качают щит, точнее вот этот Драгонблуд, когда ты стоишь против какого-то рейнджа, который тебя активно мнет. Допустим, Квинув Пейн. А когда ты стоишь против Эмбера, который... Ну, вы дамажете тебя в основном только на третьем уровне, за счет второго плеймгварда. В этот момент щит это разумное решение, потому что он уже добил одного рейнджа за счет этого щита. Иииии... Вот сейчас Крюпчика добил еще одного. Ну, пока работает, да. Претензий ноль. Как бы, 11 на 12 на 6. Отлично себя чувствует в меди ДК. Перединаивает, перефармливает здесь Эмбера. и набирает свой NetWars. Да, он хорошо стоит. Ну, пока нормально. И, видишь, ему пассивка не особая нужда, потому что он почти на фуле все время. Не то, чтобы я осуждаю, просто спросил, что интересно то, что... А мы не осуждаем никого. Просто говорим, почему он качал щит. Это было сказано больше с точки зрения удивления. И приятно, что многие игроки подстраиваются под ситуацию. Я вижу, что никто никого не осуждает никогда и нигде. Когда ты говоришь правду, это не осуждение. Это просто консультация факта того, что происходит. Если люди видят в этом осуждение, ну, на здоровье они могут видеть все, что угодно в любом адекватном действии. Сейчас ДК круто стоит. 15 на 10. У него хороший крипстат. Ему бы слоу ринг купить, потому что с такой раскачкой он будет частенько оставаться без маны. Вот у Черноярс. Да, да, да. Я уже понял, для чего это было сделано. Лучшие, лучшие. Неоднократно. Наверху драка. Наверху драка. Мелидус снова в опасности, потому что здесь опять комбинация рабочая. Снова стрела. И это второй фраг для команды UKW. Короче, Мелидус реально эту игру может заруинить. Для своей команды я уже чувствую. Потому что, когда антимаг стоит на линии и месит Даззла, даже с поддержками раны, которые показываются на этой линии третьим героем, ему, жательно, стоять супер аккуратно, супер осторожно и вообще не подставляться. Потому что антимаг эту игру может и засолить, если ему дать слишком хороший старт. А старт у него хороший. 20 на 4. Такой же, как и у Герокоптера. Хотя, очевидно, что Герокоптер, который лучше стоит на линии, он обязан иметь фарму больше, чем антимаг. И в итоге антимаг свою линию, при поддержке Мирана и Гримстрока, просто разваливает и имеет серию бис. Да, антимаг на быстрых слотах реально может и быстро закончить эту игру. Да, он может засолить. То есть он может просто сделать так, что драг 5 на 5 не выйдет, и он будет ломать вышки в других местах. Сейчас попытка убить бисмастера, но Мирана его советит тп-шечкой. Герокоптер решил отойти. И пока Мирану, на удивление, полезно. Если она пришла вниз понимает, что с бисмастером она многого не сделает, так постояла, получил второй лвел и ушла. Хороший выход на Мирс перед ним. И потом просто перетягивается наверх под X-Swell. Гримстрока убивает Даззла или Калера. Пошла стрела в крипа. Не смогу попасть по Большому Кентавру. Наверху опять, опять то же самое происходит. Даззл снова погибает. Снова погибает. Захилитивизм здесь, да. Никакого размена не происходит. Но опять же, Даззл конечно погибает. Все понятно. Но мид-то мы видим, что выигран Драгонайтом. Это получается в пользу команды TNT. И внизу себя очень хорошо чувствует Герокоптер, который тоже имеет солидный такой... Ой, ты ее что сейчас сделала? ДК что захотел дать стан в Эмберспирит. Эмберспирит нажал на писты, привязал чейнами, чтобы Драгонайт не дал ему стан. И тем самым Эмб разобрал рейнджа. Прям борется с рейнджей в миде, нежели маны. Это вообще-то нормальная практика. Я слышал то, что рейнджей потом... Я восхищаюсь. Я восхищаюсь хоть чем, понимаешь? Учитывая какую дичь они будут творить через там пару минут. У нас, например, сейчас намечается там наверху Драка, потому что прилетает Мирана, получает презентач. И сейчас рискует погибнуть Гримстроук. Гримстроук по дымсвеллам пытается подстанеть. Стрела попадает от Герокоптера, но Гримстроук в итоге погиб. Погибает также Пангальер у команды ТНТ. Пока что размен в один в один. Драка продолжается, избивает Мирана. Флэккэнон очередной от Геро. Пару ударов всего ждал. Это полный провал то, что сейчас происходит. Они вчетвером, подрались против троих. Разменялись один в один. Разменяли пятерку в тройку. При этом вышку у них особо надамажить не получилось. Она будет задефана, а Бессмастер в этот момент уже ломает Т1 с ним. И он ее сломает, если никто не прилетит. А кто-то летит и законтролил, конечно, птичка Бессмастер. Там передвижение, прекрасно все видел. Наверху там продолжается драка. Снова расстреливают у нас Гримстроук. Гримстроук успевает кинуть на себя Энгсвелл, но не раскастовывает его. Антимаг тоже в опасности и уходит просто на блинке. А в миде, тем временем, Драгонайт уже душит Эмбера под Тауэром. Пользы от Пангалера в виде того, что он спешился вниз, не было вообще. Он пришел, вышку не сденавил, просто стоит на Экспе. И при этом сейчас его Бессмастер, возможно, найдет. Но еще рор есть. Маны у Пангалеры мало. Он его видит. Топорик. Есть рор. Рор дашь? Хорошо. И партычик. Отлично. Он здесь. Он просто корм прилетел. БМ забрал вышку и Пангалер еще подарил сам себя, прилетев. Не пойду. Если бы он не прилетел, Бессмастер просто бы забрал вышку, но при этом бы Пангалера мог сделать что-то полезное либо сверху, либо в центре. По итогу БМ хорошо сноуболица. БМ уже имеет Некра на седьмом левеле. Он в 10 секунд, он в 10 секунд. И он готов. Так, медиа. Подстанели Эмбера. Накинули Пангалер. Но на развороте привязали сейчас Драгонайт. Есть Мексвелл. Застанет ДК, скорее всего. Летит стрела от Мираны. Попадает. Но ДК очень плотно. Четвертая пассивочка работает. Не удается его пробить. Да, за нарядом приходит сюда еще Бессмастер. Прям ценой практически всей команды сейчас забирает этого Драгонайта. Мы все-таки отправили его в таверну. Отдохнуть. Ну. И БМчик уже здесь. Некра врубил. Кабанчики имеются. Вышка стоит. Никакой защиты у вышки нет. И вышка падает весьма быстро. Задут бы Крипчиков еще. Первым сквелом Времстрока. Ну, можно еще с руки. Кликают. Ребятки намекают, что центр нужно дефать. Но слишком много урона. Можно, конечно же, прилететь ДК. Однако здесь уже все наготове. Даззл. Даззл погиб. ДК остался один. И вот эти вот... Ну да. То есть... Где? Где все? Где? Где команда? Их уже второй раз убивает в мете. И просто бьют вышку. На пофиг. Вышку бьют секунд 15-20. Где все? Где Визп? Где ПГР? Где... Ребята... Это нонсенс. Герокомтор как минимум фармит. Фармит также, кстати, у антимаг. У команды Е. Хорошо. Да, если он фармит, зачем они дефят вышку, если их команда фармит? Потому что... ДР не фармят. Да, просто навалили четверо на вышку. И очевидно, что если ребята будут дефать там вдвоем, они умрут. Почему они фармят? Пожалуйста, придите. Либо придите. Либо придите в четвером за деф эти вышку, убейте оппоненты, либо... Ну, либо вообще и не дефают. Выберите один стул, а не пытайтесь усесться сразу на двух. Ну, кто-то пытается раз на двух в любом случае. Бывает и такое. Не получается. Рор есть. Рор есть, смотри. Пошел. Хочется. А Мелидус где? Мелидус летает. Мелидус летает. Наверх. Наверх. Сверху антимакс ПТ. Антимакс ПТ да зло объяснит. С аркантрапками. Висмайстер перетягивается вниз, видит Виспа с герокоптером. И с плюс один Виспа убьют. Ну, и вот почти Эмирсул убивает. Прыжок? Хорош. Да. Пытался улететь отсюда Виспа, но не вышло. Инвиз забирает себе Драгон Найт и перетягивается куда только. Не ясно. Вот антимакс сейчас наглую фармит. Тяжелезно. Такое ощущение, что не хватит урон, конечно. ДК у одного. Нужен кто-то плюс еще один. Этот кто-то может быть герокоптер вдвоем. Могли бы. Наберет. Могли бы, да. Наберет. Но антимак уже далеко. Так, Эмбер остается стоять внизу. Ему что-то там уже летит в Курьере. Что-то, что-то, что-то с базы вышло, да. Угу. Тем временем забирает Гримстролкова. У нас у команды UPW? Ну, это всего лишь саппорт. Герокоптер в это время его фармливает леса. Сюда приходит Драгонайт. Форма у него заканчивается. Вместе тут нужно пофармливать. Вот желешку можно съесть. Разделить с друзьями. Соло. Да, антимага. Да, антимага. Соло. Соло может объяснить Дазлу. И какая-то смерть Фемилии Удуса уже пятая, да. Да, да. Это оффлайн Дазл. Если что. Я именно Дазл в уплайне. Хороший тем, что он обычно разваливает линии. А здесь. Совершенно другая ситуация. У антимага слишком хороший старт. 5200. Потом идет Бестмастер 4700. Который стоял вообще 1 в 2. И вот эти два героя, они ключевые. Один просто хорошо ломает вышки и хорош лейт. А второй еще мало того, что ломает вышки, но убивает людей. Снова убили Мирилдуса. Не знаю, что сильно так. Просто. Либо это стечение обстоятельств, которые... Ну, знаешь, просто необъяснимое какое-то. Ну, просто он летит. Вторую игру подряд? Ну, он просто летит вот в эту точку. И его там уже ждет просто Эмбер. Он летит, его прям сразу привязывают. Сразу залетает туда стрела. Все. Без шансов. И Тавра забирает внизу тоже. Ну, короче, Бестмастер скоро Некро 3 возьмет. Когда он возьмет Некро 3, он Гирокоптер убьет в соло. С третьими Некрочами. А там еще и Эмбер на ковре есть, и антимаг, и... Вообще непонятно, что против всего этого делать. Даззл за 12 минут игры просто сапог у него первыми Некрами даже и не пахнет. Ну, бывает люди, знаешь, невезучие вот. Просто по природе своей. Ну, не везет совсем вот. Вот в этой игре, мне кажется, та ситуация. Если в прошлой катке там... А в прошлой? В прошлой он сам виноват. Здесь как бы без вариантов. Ну, как бы, да. Здесь он красавчик. Согласен. Я не скажу, что здесь он прям идет один. Куда-то заходит на чужую территорию, подставляет и так далее. Нападает на него. Вот. И здесь он... Он просто вот здесь вот... Я скажу так. Здесь он жертва обстоятельств. Вот и все. В прошлой игре он самое обстоятельство на себя вызывал. Вам, Александр, надо быть этим юристом. Защитником. Обязательно. У вас неплохо получается. Боюсь, что на первом-последнем деле моя бы карьера закончилась. Юриста точно. Так, стрела очередная залетает от Мираны по драгонайт. Он драгонайт даже не ощутил это. Этот урон по себе такой. Думаете, что тут произошло? Наверх перетягивается UKW. И тут есть шанс, что могут подспить либо Ио, он же Висп, либо же Гирокоптера. Но в итоге Виспа быстренько набревает. Есть еще и привязочка от Гримстрока. Саленс накинули. Гирокоптер пытается улететь. Монавоид залетает. И Гирокоптер тоже погибает. Просто по одному их фармят. Антимаг очень круто работает против ракетки Гирокоптера. Ракетка летит, прилетает, нажимается с Кантерспилл. Здорово, Гиро. И, в принципе, вот вся эта игра, это вот игра о том, как антимаг толкает все линии. Любой герой приходит на защиту, прибегает либо Эмбер, либо Брисмастер, они убивают людей по одному. Радиенты еще ни разу не собрались с Патером, ни разу. В общем, мы отмечали, что это их проблема. Они ни разу не нажали форму драгонайта, чтобы вместе пойти пропушить, потому что, очевидно, если они будут бегать по карте, то антимаг с Брисмастером их перебегают. Они под инвизом Мираны будут кого-то убивать, под Рором Брисмастер. Жертв обстоятельств. Жертв обстоятельств просто. Ну, я не знаю. Ее только видят на карте, уже три героя его карауляют, понимаешь? Как это происходит, я не понимаю. В миде нападение, инксвел отличный, но здесь Пангольер. Опасненько, летит ракетка. Пангольер вкатывается, задевает двое героев. Выходит сюда с дабл денеджем ДК. И будет драка, потому что летит очередная стрела, правда, мимо. Роур раскастован в гирокоптер. Гирокоптер погибает, уже три героя отсутствуют у команды ТНТ. То есть, я считаю, что их главная ошибка, что они уже на документе стараются по одному фармить. Здесь очевидно, что никто им не даст по одному фармить. По одному просто будут убивать их, будут фармить самих. Слишком высокой мобильностью у Эмбера. Хороший ганг с соло бейсмастера. Их просто будут убивать по одному фсигуру. Я уже молчу брать Тимага, который очень скоро будет в соло убивать людей. Тимаг вообще сейчас скоро будет настолько богатый, что непонятно как бороться с ним. Он сейчас сходит в кондицию, да, когда он купит манту в башер, он может просто в связку с гирокоптером прыгать в виспа, убивать в виспа и еще убегать при этом. Ну что виспа вообще ничего нет. Виспа 1800 золота, 1000 хп просто на зубок, гляньте. Даззл все еще фармит первый Некра. Уже можно отказываться, уже не в темп. Первый Некра там в районе 20 минуты это слишком поздно. И кто не факт, что он дофармит их 20 минут. Но Даззл уверенный в себе молодой человек, он не отказывается от своей мечты. Это его путь. Это твой любимчик. Это твой любимчик. Я не спорю. Это мой любимчик. Даззл это его путь ниндзя, так скажем. Так, здесь смог атака от команды UKW, сейчас возможно будет драка. Боже, какой огромный разрыв по лвелам. Смотрю Dragonite 13. Да, да. И по деньгам там. Атимак 9к, а Герокоптер 6к, он полтора раза его перефармил. При этом Рейденты заняли позицию на горе, но красавчик на бейсмастере. Бейсмастер в этой игре реально красавчик. Просто пушит вниз и говорит, ребята... Жертва обстоятельств, я говорил? Нет. Не, он просто вышел по мастеру. В этот раз повезло, его привязывать не стал Эмбер, но стрела-то летела. Так, покатился Пангалер, проблемы могут быть у бейсмастера сейчас. Есть муласть Shadow, просветка имеется и бейсмастер погибает. Да, хорошее начало. И нужно догонять, кого-то еще ловить, но кого ты здесь поймаешь. Стрела немножко не по таймингу залетает в релокейт от Мираны. Вот, единственный момент для бейсмастера, как ему лучше в таких ситуациях себя вести, это не своим лицом бить вышку, а просто отправить некрачей, кабанов. Они уже хорошо домажут вышку. Если противник стянется на защиту, причем всей командой они впятером придут дефать некрачей, то бейсмастер спокойно уходит, остальные спокойно уходят, во время как антимаг фармит. В итоге никто из героев не умирают, при этом они еще хорошенько продамаживают вышку. Но даже если вариант то, что бейсмастера убили, все это время антимаг качался. Уже 10 тысяч. БФ появился, то будет очень быстро фармить. Манта, башеры, на этом конец. В идеале манта и бессон. Так, ну а гоним только сейчас появляется для гирокоптера. Конечно, гирокоптер очень бедный. Всего лишь два слота. Получается, на 18-й минуте это ПТ. Плюс агоним. Ну, в рейсбэн, конечно. Слабые вот шуми мидят. Напали на Мирану, Мирану съели. Ответное, может быть, нападение. Да, привязали здесь Пангольера. Праймаларор потратили опять на Мелиудаса. Мелиудас погиб, погибает и Пангольер. Минус два ответные. Очень быстро от команды UKW. А здесь уже антимаг законтролит, наверное, руну иллюзий. Или отдаст... Нарошана. Некрачами забрать по-быстрому. Да? Да. Или же... Некрачей. Некрачей, Некрачей. Чтобы они ауру давали. Некрачей. 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 Хороший вариант. Герако продает ультимейт. Гримстрог, если что, готов дать перевязочку уже вдвоем. Ну и пока решили не рисковать. Мы видим UKW. Отошли из Рушпита. Десять тысяч так-то на восемнадцатый, на девятнадцатый минуте. Это уже реально такие серьезные деньги. Лучше не наглеть. Лучше аккуратно все сделать. Миран дофанга живу. Омбер скоро Реденс. Реденс. Достаточно быстро выходит. Реденс. Если, конечно, не погибнет вдруг как-то, каким-то образом. Что маловероятно. Вот сейчас будет драка. Попад говорите. Эмбер пошел вперед. Блэйдмейл прожал. Получает стан. Покатился пангольер. Эмбера надо спасать. Но он сам себя спасает. Уходит просто на римном. Очень далеко выкателся у нас панга. Гримстрог хорошая позиция. Можешь сейчас привязать двоих. Да, есть привязочка. Двойной сален залетает. Гирокоптер пока что без поддержки. Получает стрелу и погибает. Хотя нет. Нет. Успевает дазл. Шалугрейд работает. Забрали все-таки биста. Висп отвез гирокоптера на бавну. В реанимацию. Бистмастер весь замес солил роор. Мог дать его кунт 10. То в одного, то во второго. В итоге он его солил, солил, солил. Так никого не дал, никого не убил. Поэтому весь замес они дрались без антимага. Не очень хорошая затея. Драть 4 на 5, когда вы доминируете. Даже несмотря на то, что у вас антимаг фармит. Потому что тут очень важная драка с Рошана сейчас будет. А бистмастера нет. И они по сути 4 в 5 сейчас должны драться уже с антимагом, но без бистмастера. Ну антимаг пришел. Могут сейчас забрать пангольера. Ультимейт от гирокоптера добивает Рошана все-таки. Урона не хватает, чтобы быстренько забивать пангольера. Аигис забирает себе гирокоптер. Ну и антимаг тут дерется, дерется, дерется. Там стал играть. Нужно уходить наверное из драки, да. Да, в общем, подарили Аигис и Рошану для адреса. Вот он бист на месте. Вот он рор. Все вкастовывает просто в ДК. ДК очень быстро теряет КП. Монобой попутно выбивает Аигис еще из гирокоптера. Ну и просто по саппортам уже работает антимаг. Саппортом тоже больно. Есть тизер очередной после. Аигиса возвращается гира. Диспа съедают. Гирокоптер тоже стремительно теряет КП. Также отправляется в таверну. Привязали также миливдуса. И это будет полноценный тимвайп. ГГ. Или нет? Визарм. Вовремя прокает. Пангалер уезжает. Ну, умрет при любом миливдус. Там вообще без вариантов. Слушай, ну, умер не просто так. Забрали хотя бы Эмбера в размен. Сбили старик с него. Да, но слишком много антимаг получил за драку. Тут антимага сейчас на самом деле не много. У него всего лишь ПТ, БФ и манта. Но он еще под аурами бисмастера. Под некрачами, под энербистом. Он так быстро бьет, что там у геркопера шансов вообще нет. Перебить урон антимага. Ручку забрал. Хорош. Получил под стан. Сейчас если антимага забрать было бы идеально, но нет, он уже достаточно мобильный, плотный, да. Вот интересно, что он купит бабочку или башер. Башер симпатичный смотрит. Купит денежку, думает. Купит денежку, думает. Пока еще не обходился. Ну может быть сейчас фармит иголсонг. Если что-то будет бабочка. Так приятно он с этой штукой фармить, которая в Ампир Фанкс. То есть антимага обычно нет слота под лайстил, а сейчас он с лайстилом там быстренько пошел, да, башерок взял. Он просто быстренько после драки пошел, перегинял хп и моментально возвращается в игру. Бул хп, двадцатый левел. За что у гирокоптера, у гирокоптера тринадцатый, антимага двадцатый. Да, да, да. Я об этом отвечу. Большая разница. Большая разница по лавлам. И для юг на уху вопрос одного замеса. Один замес они не выигрывают, заходят на базу и все сносит. Че-то только гирокоптер с рапирой уже что-то можно сделать без рапиры. Рапиры там фармить и фармить. Там уже готовы почти радианс, остался только reset. Это единственное, что можно для них игру как-то перевернуть. Без рапиры здесь вариант. Ну это прям затягивать нужно. А с таким антимагом, я не знаю. Александр, я знаю, что им конец. Мы уже дальше разберем эту мысль. Я говорю о том, что единственный шанс это рапиры, если гирокоптер эту игру рапиры не покупает, он ее не выигрывает. Ты же понимаешь, что шанс стал, что он будет. Какие варианты, которые предлагаете вы, они приводят к концу игры для рейдов. Нет, я не предлагаю варианты. Я говорю, ты же понимаешь, что шанс того, что он купит гирокоптер в этой игре, это примерно 1 к 99 тысячам. Да, но я говорю об этом единственном шансе. Нет, я могу просто говорить, у них нет шансов, конец. А шансы, которые у них есть, они будут рассказывать, никому интересно. Они проиграют в этом случае, в этом случае, в этом случае, в этом случае. Но у меня немножко другой подход к анализу. У меня к анализу подход такой, что мне интересно увидеть тот самый единственный шанс, который вообще для них доступен. И рапиры это единственное, что их спасает. Математически это единственный айтем, который может кардинально повлиять на игру. ДК уже не дамагер. Ну и не жалец. У него блин. У него блин. Да, и все. И больше у него ничего нет. Это просто такая булочка, которые будут бить. Висп, он имеет ничего. Галер имеет ладмерс. Полез на этом. И пан дазл имеет некро 1 на 24 минуте. У них вообще ничего нет. Они все пустые. Пустые, бедные. Да, рассчитывали мы с тобой, что будет третья карта насыщена какими-то моментами. Да, яркими. Нет. Прям. Я в кнопку хорошо играю. Я в кнопку хорошо играю третью карту. Прям, ну, получше, чем предыдущую. И до этого чем? Ну, на первых развалили вообще без шанса. Мы там, конечно, боролись до последнего. Оооо, у них была слишком большая юзим из пики. Да, учитывая какой пик у них был, они там еще неплохо сопротивлялись. Рошана, жаль, что забрали радио. Теперь еще сидеть и ждать 6 минут, когда появится следующий. Как такой думает, куда мне торопиться? Я становлюсь только сильнее и сильнее. У меня скоро я весу. Ворвусь, вырежу дазлом, даже крэйф не успеет повестить. То есть мастер думает, да мне тоже норма тут побегаю по фармлю. У меня уже яичка на бкб, как минимум, да. Да, уже яичка на vision. Скоро боится блин, и еще будет опция врыва дистанционная. Да, у него некро трилл, он может спокойно защищать карту оппонента. И слишком много плюсов для дайера в макроигре. Эту игру очень трудно. Эту игру можно залить, но очень трудно. Сильно постараюсь. А, Эммер, кстати, с рейдинсом. Вот, еще что-то добавить. Радик на месте. Краги-код выпадает. Паладен-сворд. Кстати, тоже хорошая вещь для антимага. Наверное, свапнет, да? Да. Клыки поменял. Меч паладина взял. Так, ну и баунти-руны. Окей, здесь все ясно. Антимаг законтролил две снизу. А Мирана с Гримстроком кого-то ищут. Три героя перетягиваются вниз у команды TNT. Видимо, увидели Гримстрока. Гримстрок успевает дать... Но... Но погибает. Эммер здесь. Прайморор останавливает пока что пангольера. Эммер. Вместе с антимагом забирать должны у нас дазла. Дазл погибает первым. Пацейва теперь не будет точно. Есть байбэк. БКБшку прожимает Геракоптера. Захиливает его пока что Висп. Есть Монлайшадл. Антимаг получает дизарм. Дает монобойтер. Рановато, по-моему, немножко. Антимаг сейчас... Нужно уходить отсюда. Вон, да, отхилится. Еще один байбэк от Висп. Байбэк. Застанели Эммера. Эммера забрали. Но это первый минус. Уже неплохо. И теперь можно отступать. Удет ли отсюда Бисмастера? Вот еще вопрос. Видимо, нет. Не уйдет. Это еще не важно. Они закидывают. Имеет Риана СК перефарма. Они умудряются принимать драки так, что... Гриммстрок падает первым, вообще ничего не сделав. Тупо в ноль импакта. Мирана тоже умудрилась нести почти ноль импакта. Можете посмотреть, попасть рекапу. Единственное, кто в этой драки что-то делал, это Эммера. Антимаг. Бисмастер дал рор в Пангольера. Вот такой прохладный рор. Патимейт. Там катается 12 секунд, а в роли он стоит 3,5 секунд. То есть, ну окей, он поставил 3,5 секунды. Но остальные там где-то 8,5 продолжают кататься. В итоге драка была ужасной. Сейчас есть шанс повести хорошую драку. Но антимаг не хочет врываться пока, да. Потрачен опять в пустоту литимейт от Гриммстрока. Контролят также на Рогонайта. Ничего не хочет врываться. ДК врывается сам на Гриммстрока. Гриммстрока забрали. Ну, так помаленечку, потихонечку драки проводят удачные. ТНТ. Нервы собраться и напасть по-человечески, а не так, что... Дурака начинается с того, что находит Гриммстрока и убивает соло. Человечески это с рора бисмастера. Просто бисмар находит любого героя и дает рор. Первый. И понеслась. ТНТ. Пока ничего подобного нет. И у Радиантов есть шансы дофармить нужно этому. ДК слегка камбэкнул. Помимо блинка появился блэкинг бар. В будущем, возможно появится Кираса. Если ещё сможет отбивать. Без Кираса он очень медленно фармит. Попоришь на него. Такой силови, который медленно ковыряет крипов. Да, у него маленький летер с 9700 всего лишь. Так. Гиры дофармлив. Ого, какой быстрый Рошан. Просто посмотри мой метальный таймер прокает дополнительный. Он уже появился. Он уже должен убивать там сейчас. Но они хотят в Смаках подраться. И в принципе верно. В направлении идут сейчас... UKW. Да, ДК правда сам врывается. БКБшки прожимаются. Правильно, мол, Рор. Хорошо, быстренько стирают Виспа. Байбэк у него уже нет. Привязка от Гриммстрока. Но он туда не попал Пангольер. Поэтому он поехал. За счет чего Гриммстрока все-таки забрали. Эмбер получает стан. Пока что не может драться. Его сейчас тоже могут отправить в таверну. Висты дает. Антимага, правда, никто не бьет. Поэтому антимаг себя просто безнаказанно чувствует по драке. Бегает, всех избивает. Получает дизарм за счет Службакла. Запрыгивает на ХГ. Башики прокует. Шалу Грейв. Стрела залетает. Ну и видимо Дракон Найт теперь уже не жилет. Здесь сейчас заберут еще и Панга. Байбэк ни у кого нет. Да, это первая человеческая драка. Рэмпыч еще один. Бисмастер, который ворвался первый, дал рор. Потом ребята прожали Блокинг Бара и просто нужно было подождать, когда БКБшки закончились. БКБшки закончились, ребята ворвались и всех убили. Хороший. Хо-ро-шо. ГГ? Ну, ГГ пока не пишут в любом случае, но бараки падают. По нижней линии в миде пока что все еще стоит Т3. Барак как минимум заберут. И знаешь, как бы можно много чего писать, не писать, но когда уже на лицо видно. ГГ, когда ГГ на лицо уже упал. Да, да, да. В виде антимага. Ну да. То сейчас тотальнейший карблан шоу Дайер. Они после этой драки идут забирают Рошана. И у них их два преимущества, чем был до этого. До этого они гидировали тысяч на 12, сейчас у них будет где-то 23-24 после Рошана. И как это Radiant будут переворачивать, для меня загадка. Чем они будут переворачивать. Бабочка. Рапиры. Рапиры. Надо рапиры еще фармить и фармить. Да, к сожалению. И бабочки тоже нет. Бабочка лишняя. Бабочка была лишней. Я считаю. Сразу рапируете. Так, чекают Рошана. Рошана не бьют пока что UKW. Сами прожимают UKW смог. О, не смог. Могласть Shadow. И сейчас могут спалить смог команду TNT. Крачей видно. Ммм? Это, несмотря на не крачей. Антимаг вот с паладин с вордом. Может соло пинать Рошана без какой-либо поддержки. Он будет просто покатать и отхиливаться. Остальным героям можно стрелять рядышком и пугать компонента. МРСДД заканчивается. Рошан падает, Рейдент и ничего не делает. Ай, Драконайт прожил форму, чтобы пофармить лесочек. Моя радость. Ммм. Хороший. Фарми малыш, фартис. Недолго у тебя осталось. Под конец над ворс поднять. Да, да, да. Это как раньше, помнишь, когда на алхимикой ставили рекорды, там, когда за здание, там, все убиваешь на базе по-быстрому. Перед концем игрока, там, поповой гпм. Тазики, тазики. Тазики, да. Тазики, да. Тазики святые. Так же и здесь. Так, ну что. Сейчас вид форму ДК. Не вид форму ДК, она заканчивается, они нападают, кто нет. Заходит антимаг, пока что нагло ломает Т3. Там, привязали гирокоптера, стрела залетела. И рор залетает. Гирокоптера надо спасать. Гирокоптер, кстати, хилит хорошо. Гирокоптер еще раздает урон. Антимаг пока что тоже был подстанен. Здесь покатился пангольер. Правда, не в ту сторону, враг в другой стороне. Нужно как-то разобраться с навигацией. Но забирает здесь у нас ИО. Погибает также гира. Нету кэрри. И, по-моему, игра заканчивается. Для команды ТНТ. И они проигрывают серию со счетом 1-2. Не в их польку. Да, трон падает. Это игра была хорошая от DR. Это правда. Мы берем во внимание то, что Радиенты очень слабо играют. Очень слабо исполняют. И свой пик вообще не лизует от слова совсем. Но DR, благодаря всем этим ошибкам, очень хорошо... Не очень хорошо, ладно. Просто отыграли достойно. Достойно для ТИР-3 или ТИР-4 команды Китая. Да, но пока, если сравнивать так серии... Первая серия у нас такая более интересная была. Скажем так, более интересная в плане исполнения была. То есть там вообще практически безошибочная дота была. Но тут у нас что вышло, то вышло. Ладно, это не последняя серия на сегодня. В любом случае, у нас впереди ждет еще... Нас, точнее, впереди ждет еще одна серия Best of 3. И я сейчас скажу, что это у нас будет. Это у нас будет, по идее, Starluck. Как раз таки, которые сегодня уже играли против команды Blaze. И играли очень хорошо. И команда Longinus, которые сегодня, по-моему, проиграли ребятам из TNT со счетом 2-1. Да, так и есть. По идее, у нас сейчас встречается сильная команда. С очень слабой командой. Это легчайший 2-0. А, Blaze обыграли также 2-0 Longinus. Да, по идее, вроде как, намечается легчайший 2-0. Но мы посмотрим, как будет это на практике. А пока мы уйдем на небольшую паузу. Никуда не приключайтесь. Совсем скоро мы вернемся к вам.